приветствую дорогой зритель давно не было никаких новостей от самого жесткого араба профессионала которого многие считают вообще одним из лучших игроков в мире я конечно же говорю о райди ней и вот как раз сегодня мы посмотрим то как он впервые зашел на ивент ну и вы знаете что там геймплей хоть интересный и прикольный но как я уже показывал ранее в предыдущем ролике полностью сломанный так что я уверен такого профи как райдин будет ждать настоящий шок и мы сейчас с вами это вместе лицезреем конечно же я напоминаю про лайки подписки комментарии это все очень сильно помогает продвижению ролика и развитию канала поэтому огромнейшее спасибо всем кто поражал все эти кнопочки и написал комментарий ну а мы погнали мы уже с вами прекрасно знаем что стоит ожидать от подобных нововведений уже обнову не первый день но сам родим вот только как раз зашел делал видимо перерыв от поджима байла такое периодически бывает может просто хотел отдохнуть может были какие-то дела все-таки новый год рождество праздники неудивительно что немножечко он выпал из всей побжи мобайловой движухи находится на стартовой локации и в руках уже имеет катан я надеюсь что он знает о ее волшебных свойствах как минимум об основных а скрытых волшебных свойствах я лично сам узнал только вчера если не понимаете о чем я то обязательно смотрите предыдущий ролик после этого про сломанную механику катаны оказывается она умеет бить через стены на расстоянии и вообще демонстрирует просто невероятнейшие механики крюк кошка к этой вещи все более-менее привыкшие это уже было ранее поэтому не думаю что будет проблема единственная сложность который сейчас сталкиваются профики это то что когда ты хочешь за что-то зацепиться по инерции ты спамишь крюк ну если это . достаточно далеко если она на около максимальном расстоянии и прикол в том что здесь конкретно когда ты спамишь эту кнопку крюка как только персонаж зацепляется он сразу же открывает глайдер это немножечко нехорошо нужно просто привык и среагировать а ю ю ю ю ю ю ю ю вы сейчас он настолько сильно переживал что у него мне кажется сердечко екнуло у это это было действительно страшно Вот бедный-бедный Райдин, не пугай так. Страшнее, чем любой хоррор. Ну и, конечно же, друзья, спонсором сегодняшнего ролика является компания 1Х. Наиболее надежная, с отличнейшими предложениями. Поэтому, если вам нравится наблюдать за спортивными или киберспортивными матчами, вы хотите, чтобы ваши эмоции были ярче, то в закрепленном комментарии под этим роликом вы легко найдете ссылочку. И там, по промокоду RAKES, вы получите до 520 долларов бонусом. Я, конечно же, вам желаю удачи и исключительно только побед. В принципе, хорошее начало, но за счет того, что локация в Ясной Поляне, она не дает настреливать такое большое количество фрагов, как хотелось бы. Люди распределяются не только. О, огороженный ивент локи, ну и, в принципе, по всей остальной поляне. В домиках прячутся и выкуривать каждого. Это требует достаточно большого количества времени. Очевидно, это не так эффективно, как на какой-нибудь тюрячке. Где одно большое здание, два маленьких и шесть контейнеров. Особо там чекать ничего не надо и особо ты нигде не попрячешься. Ой, это обидно, опасно. Ну и вот пока, опять же, ни разу не использовал новые механики. Сразу же прилетает на пацанов, притом настолько быстро, что они еще даже не успели покинуть эту крышу. Очень хороший разлет. Я думаю, что парни просто не ожидали, что так скоро к ним кто-то прибежит и настолько быстро попытается отомстить. Ну что же, нужно быть готовым. Ну и, конечно же, зачем еще тогда тебе наушники, броу? Сиди да прислушивайся. Трое пытаются здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опасный был момент. Очень мало здоровья. Жилета нет. В принципе, можно клоун гранатой разведать. Не-не-не, не стоит. Тут явно соперники настроены агрессивно. Они хотят поднять своего друга. Вот, наконец-таки он достал катану. Сейчас катана лучше любого дробовика. То есть, когда ты пушишь дом или когда тебя вот так пушат, приемочку можно организовывать неплохую. В трупе нет жилета. Это очень обидно. Естественно, хотелось бы здесь что-то придумать, но Райдин использует стратегию разделения. То есть, он запутывает соперника, как аферист-наперсточник. И просто бегает от одного этажа к другому, раскидывает гранаты, пытается сломать какую-то атаку у врага. То есть, у них сейчас явно все идет как-то по плану, под контролем. Они как-то скоординированы. И самое важное, это отвлечь соперника и вот рассинхронизировать их между собой. Все, мы поняли, что это два противоборствующих клана. И здесь чуть-чуть стоило подвинуться и уже наступил в молотов. Опасно. Очень напряженная ситуация. Отрезает огнем игроков, чтобы к нему не поднялись. Понимает, что сейчас хорошее окно для того, чтобы выйти и вот сагрессировать. И это получилось сделать. Отлично. Добивает еще одного и сразу же прилетает 5 долларов донейшеном. Ну а я, друзья, конечно же, напоминаю вам о том, что я каждый день раздаю ЮСишки своим подписчикам в своем телеграм-канале Эрокез Биба. Для этого нужно всего-то просто перейти по ссылочке в описании, в этот самый канал, подписаться на него и под постом с этим роликом написать свой ID в PUBG мобайле. И уже завтра трое счастливчиков получат по 325 ЮСи на аккаунт. Например, вот сегодняшние победители. Им я уже все отправил, так что поздравляю. Ну а все эти ЮСишки любезно предоставлены лучшим магазином ON TOP UC SHOP. Друзья, там всегда наиболее выгодные цены. Конечно же, большое количество способов оплаты. Все удобно, надежно, безопасно и очень быстро и оперативно. Поэтому переходите обязательно по ссылочке в описании или к ЮРКОДу, который вот здесь сейчас на экране. Подпишитесь на магазин ON TOP, ведь если вы подписаны, то у вас больше шанс победить в розыгрыше и залутать ЮСихи бесплатно. Ну и просто, если вам нужно купить ЮСи, то делайте это в ON TOP UC SHOP. Там гораздо выгоднее, чем в игре. Ой, хорошая Хаешечка, прям на крыше закрывает соперника. И слушайте, первый матч, хоть и начался достаточно неудачно, можно так сказать, но все равно очень даже результативен. 20 убийств. Напоминаю, что это всегда, конечно же, высокие ранги. То есть здесь АС-Доминатор или АС-Мастер точно не меньше. Ну и похоже, что вот сейчас будет судьбоносный момент. Хорошо. Очень красиво перестрелял игрока. Просто техникой без контакта. И доедает катаной. И это очко! Хорошо. Ни разу он еще, если честно, не использовал катану по ее, так сказать, прямому назначению. Очень похоже, что пока он не понимает всего ее невероятнейшего потенциала. Но может быть, может быть сейчас. Там после матча, я так понимаю, это все происходит на стриме. Ему в чатике ребята объяснят. Такие типа, эй, Райдин, надо отбивать пули. Надо выходить на Челов в агрессию. И он такой, опа! Потому что вот конкретно сейчас, я уверен, он еще не знает, друзья мои. Этот человек всегда использует всякие такие веселые механики по максимуму. И при том, он очень любит развлекаться благодаря им. Вот даже что говорить прямо сейчас. Посмотрите, он взорвал канистру! Для того, чтобы вынести оппонента. И оппонент вообще этого не ожидал. То есть он по максимуму использует все необычные хитрости, которые можно найти в игре. Даже вот по сетапу это можно видеть. То есть он берет себе фамас. Вспомните, кого вы когда видели из серьезных профиков, кто берут необычные пушки. Это происходит вообще не часто. По вжимобайле, да и в принципе в большинстве игр очень развит такой консервативизм. Наверное, так будет правильно сказать. Что люди привыкли к чему-то и не хотят пробовать новое. Но обычно, когда человек вот пробует какие-то такие новые темки, он получает преимущество. Это нам уже неоднократно доказывал Зенос. Пытается дать какой-то хороший шот Савика. Получается это сделать, чел. Ты же сейчас сам взорвешься на гранате. Куда ты выбежал, броу? Фаззумы не заходят. Ай-яй-яй! Ну, конкретно здесь, конечно, перемудрил и переиграл сам себя. Я бы сказал это так. Поскольку, ну, можно было, можно было спрятаться, сыграть чуть суевовей, сыграть чуть аккуратней. Достать, конечно же, Фомаса, добить чела без укрытия. Но в этом и есть райдин, друзья мои. Мы не можем его осуждать за желание сделать более красивый фраг и за желание дать контента. За желание не просто переиграть соперника. Все и так прекрасно знают, что он бы победил этого чела, если бы у него была действительно такая цель. Но ему мало победить игрока. Ему хочется сделать это красиво, хочется сделать это достойно и как-то необычно. Здесь, я так понимаю, карта левик. И надеемся на большое количество фрагов. Хотя бы на очко какое-то, да? Хотя бы минимальное. Ну, поглядим, решил для того, чтобы быстрее войти в режим, так скажем. И понять, что вообще происходит как-то. Потестить какие-то механики, видимо, поиграть на маленькой карте. Ну что же. Вполне неплохое решение. Ну и тут начало достаточно бодрое. Правда, пока не находит вообще практически ничего. Изобновы, ни у крюка, ни катаны. Наверное, потому что он, по-моему, и не прыгнул в... Или, подожди, это... Ну, по внешнему виду, это ивент лока. Но все ивент локи огорожены такой большой красной пунктирной чертой. Похоже, что ее просто не видно на мини-мапе. Да, все-таки там вот контейнер запечатанный. Это точно ивент лока. Выжидают правильный момент соперник. Как всегда, не вовремя. Вот это всегда напрягает, когда ты атакуешь какой-то скват. И по тебе начинает стрелять какой-то чел. И ты такой... Пран, почему по мне, а не по ним? Вот это всегда, конечно, немножечко грустно. И чутка раздражает. Ой-ой-ой-ой-ой, это что был за флэш такой? Вы видели это? Чел просто пролетел сквозь проем. Я даже не знаю, как это объяснить. Он не использовал никаких анимаций, никаких дополнительных средств. Он просто забежал. Но, видимо, он очень хорошо бегает. Может быть, это какой-то чемпион. Обратан пытался вынести своего друга на своих собственных плечах. Респект, конечно же, таким парням. Но, увы, это не получилось совершенно. Нельзя выносить друга, когда у тебя на первом этаже человек, который закроет без раздумий. И здесь он, по-моему, вообще... Нет, взял. Взял, ошибся. Хорошо, нашел. П-90. Всеми любимый петух. Внешний вид этого оружия, конечно же, дал ему в играх. Определенную историю, идею. Ну, он прикольно выглядит. Вот с ним прям хочется играть. Ты прям видишь, он такой какой-то необычный, кайфучий. Ну и плюс, практически во всех играх его всегда делают какой-то такой полуембой. Поэтому неудивительно, что всем эта пушка нравится. Оу! Это что такое? Это что за подарочные фраги просто стоят и ждут, пока их заберешь? Лянь-лянь-лянь. Ребята, ой, R1, что-то, конечно же, поплыл немножечко после перерыва. Такая стрельба. Но бывает, за один день восстановится. Это абсолютно нормально Все-таки механические навыки Они требуют регулярства Ой-ой-ой, это очко! Отлично Такая вещь, как стрельба, движение и прочее Они требуют постоянных Оттачиваний Буквально 3-4 дня не поиграешь И уже чувствуешь Просадки в этих всех умениях Ничего себе, топ-7 И до сих пор есть реанимация Ха! А это прикольно, слушай На левике прям можно вообще не париться По этому поводу Ну и один против двоих Здесь сейчас, конечно, неприятно Что нет хорошего лута Что нет большого количества Различных ресурсов Но тем не менее Я думаю, что с двумя соперниками У Шрейдин справится Оружие есть Притом неплохие Что Скорелька, что Дробовик Довольно-таки рабочие И это мы с вами прекрасно сейчас видим Ну и один на один Уже Ничего сложного Плюс соперник, я думаю, будет деморализован Что его друга Только что убили Оу-аааа В прошлом матче АвэМ Сыграл плохую службу райдину этот проиграл именно из-за данной пушки точнее из-за желание и необычно реализовать но может быть сейчас это изменится не можешь же ему два раза не повезти потому что я считаю тот враг именно невезением красиво ой хорош